В Генеральной прокуратуре назвали причину взрыва в оружейном магазине Кустаная. Напомню, тогда погибли четверо и еще 11 пострадали. По версии следствия, ЧП произошло из-за нарушений правил перевозки пороха. Как это было и что будет и кто будет восстанавливать разрушенные объекты, расскажет Нина Шаппо. Вартан Мегирьян живет по соседству со сгоревшим оружейным магазином в Кустанайе. Предприниматель занимается продажей и установкой газобаллонного оборудования. Рассказывает, что до наступления холодов хочет успеть закрыть хотя бы крышу. Весь второй этаж уничтожил огонь. Проводить независимую экспертизу нет возможности. В отличие от других жителей, бизнесмен сочувствует владельцу бывшего оружейного магазина. Мне понравился ответ зам Акима. У них все с документами нормально. Почему нет? Если с такой точки зрения, то любой бизнес, ну вот здесь масла меняют, например, тоже это повышенный риск. Мой пример привели. Газобаллонное оборудование устанавливают. Тоже повышенный риск. СТО Юг тоже повышенный риск. Так что весь бизнес за город. На его месте как бы могли бы оказаться любой, кто занимается бизнесом. 3 сентября из-за взрыва в оружейной палате 11 человек пострадали и четверо сотрудников погибли. В результате пожара сгорели СТО, магазины, столовая, школа бокса и жилые дома. Ранее на месте трагедии дежурили сотрудники полиции. Сейчас никого нет. Руины огородили профлистом. Находиться там небезопасно, так как многие стены разрушены, а по некоторым пошли большие трещины. Виновные пока не установлено. А вот причину взрыва сегодня назвали в Генпрокуратуре. По их информации, 40 килограммов пороха привезли в Костанай из Караганды на продажу. Разрешение на его реализацию у владельца магазина было. Данный порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв. Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару. Такое заявление среди общественности вызвало неоднозначную реакцию. Многие почему-то не верят в эту версию. Люди жалуются на плотную застройку. Восстанавливают. А нормы отступления от строений не соблюдались и не соблюдаются и не ломаются. Как было всё прилипку и сгорел практически вон какой район, так и было и будет. Пострадавшие от пожара получили чуть больше 200 тысяч тенге в качестве поддержки от государства и около 2 миллионов от благотворительных фондов. Для крупного бизнеса это просто капля в море. Многие жили там, где работали, поэтому остались не только без бизнеса, но и без крова. Предприниматели своими силами пытаются восстановить сгоревшее имущество. Благоволит им в этом даже небесная канцелярия. Несмотря на то, что уже начало октября стоит солнечная и сухая погода. Поэтому у людей есть время на то, чтобы хотя бы закрыть крышу и установить окна.